Ракомолочная железа 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 может составить практически стопроцентную диагностику. В случаях, если все показатели являются доброкачественными B, B9, то 98% что это образование действительно доброкачественное. В случае, если все показатели данной триады указывают на злокачественный характер образования, то существует менее 1% вероятность, что это все-таки не злокачественная опухоль, но тем не менее следует дальнейшее, безусловно, дообследование. Российское общество онкомомологов включает правила тройного теста в рутинную клиническую практику для диагностики пальпируемых на образовании в рамках первичной диагностики. Что касается интерпретации цитологического исследования, С1 это неадекватный мазок, он чаще всего обусловлен или неадекватным забором, неправильной техникой, методикой забора материала, фиксацией неправильной или недостатком материала. С2 это доброкачественное заболевание, С3 – атипия, вероятно, доброкачественная, С4 – подозрительная на злокачественность и С5 – это рак. Что касается категории С5, то все понятно, у нас нет никаких сомнений, но стоит отметить, что С3 и С4 категории обязательно требуют последующей корбиопсии. В клинических рекомендациях как Минздрава России, Ассоциации онкологов России, так и НССН всем пациентам рекомендуется цитологическое исследование подозрительных лимфатических узлов для адекватного стадирования при категории клинический СН0-Н1, для планирования адекватного неодювантного лечения, дальнейшего хирургического и лучевого лечения, безусловно. С 2010 года Европейское общество по изучению рака молочной железы рекомендует всем пациентам с подозрительными образованиями молочной железы категории Байратс 4 и 5 обязательное выполнение корбиопсии для полноценного гистологического исследования, иммуногистохимического и при необходимости молекулярно-генетического исследования. Следует отметить, что для оккультных форм рака молочной железы безусловным методом выбора будет репан-биопсия измененных региональных лимфатических узлов. Также в отечественных рекомендациях Ассоциации онкологов Российского общества клинической онкологии и Российского общества онкомомологов введены рекомендации об обязательном выполнении гистологического исследования с применением иммуногистохимических методов для первичной диагностики всем пациентам без исключения, для полноценного дальнейшего лечения. При корбиопсии ложно-отрицательные результаты встречаются по данным литературы от 1,2% до 3,3%. При этом, если мы видим такую ситуацию, то дальше работает обязательно мультидисциплинарная уже команда и возможные варианты развития событий. Это повторная трепан-биопсия, выполнение вакуум-аспирационной биопсии, хирургической эксцизии, если невозможны другие методы, ну и, возможно, иногда в некоторых случаях дальнейшее динамическое наблюдение с учетом обязательно всех клинических инструментальных методов диагностики. Что касается вакуумно-аспирационной биопсии, это достаточно современный метод, практически он более 20 лет в международных стандартах и в рамках диагностики молочной железы используется. Европейская ассоциация визуализации молочной железы определила показания, помимо удаления доброкачественных образований, таких как фиброденомы или протоковые папилломы гистологические или цитологические верифицированные, нас больше интересует группа пограничных образований, таких как скерозирующий аденоз, атипическая дуктальная дольковая гиперплазия. Это так называемая группа B3 образований. Это образование с неопределенным потенциалом злокачественности. Подавляющее большинство составляет атипическая эпителиальная гиперплазия, папиллярное образование, дольковая карцинома инситу, радиальный рубец и другие образования. В этой категории образований при после удаления любым методом или при получении гистологического заключения категории B3 по данным литературных данных и по данным различных клинических исследований уровень выявления злокачественных опухолей после удаления целого образования или так называемый апгрейд рейд составляет от 20 до 35%. Больше трети пациентов может быть выявлено злокачественное образование. При этом подавляющее большинство мы выявляем DCIS и в третьем случае практически может быть выявлена инвазивная карцинома, чаще всего она представлена благоприятной прогностической группой иллюминальными опухолями. Что касается противопоказаний к вакуумно-спирационной биопсии, это безусловно отсутствие визуализации при ультразвуковом исследовании, злокачественных характерно образований, когда мы говорим о лечебной цели, наличие гнойного воспаления, поверхностно расположенное образование, оно достаточно относительное, учитывая наличие методики инфильтрационной анестезии, когда мы можем немножечко отграничить образование от поверхности кожи и тем самым выполнить достаточно адекватное удаление образования. И патологии со стороны свертывающей системы крови. Недостатками является безусловно стоимость этой процедуры, поскольку в рамки обязательного медицинского страхования вакуумно-спирационной биопсии не входит, то существует ограничение ввиду действительно высокой стоимости этой процедуры в рамках диагностики. И размер образования не более трех сантиметров по данным литературы, двух с половиной трех сантиметров. Из-за клинической новой практики, что очень интересно и что проводится в нашей стране первой в нашем центре, единственном в России, это исследование для верификации полного патоморфологического регресса, отказ от хирургических вмешательств на молочной железе после проведения неодювантной химиотерапии. Больные раком молочной железы стадии клинической Т1С до Т2Н1, это трижды негативный по типу лихер-2-позитивный рак молочной железы с обязательным отсутствием внутрипротокового компонента после полноценно проведенного хирургического вмешательства, неодювантной полноценной терапии. Не проводится хирургическое вмешательство, выполняется лишь вакуумно-спирационная биопсия ложа опухоли и биопсия сигнальных лимфатических узлов. Возможно, за этим действительно будущее. Что касается микрокальцинатов, нарушений архитектоники, асимметрии ткани, невизуализируемых при этом при ультразвуковом исследовании, то безусловным методом выбора является стереотоксическая биопсия. На снимках представлена пациентка 46 лет и был выполнен пациентке стереотоксической биопсии, гистологическое заключение DCIS. Еще одним новым и более-менее современным методом является биопсия под МР-навигацией и фьюжн-биопсия. Об этих методах подробнее будет доложено в следующих докладах. Но хочу остановиться лишь на том, что мы выполняем эти процедуры в нашем центре пациенткам категории Байратс 4.5, невизуализируемых при ультразвуковом исследовании и маммографии. И у нас исследование это проводится, фьюжн-биопсия проводится в рамках обязательного медицинского страхования при наличии у пациента формы 057. Екатерина Александровна прекрасно выполняет эту процедуру практически уже в рутинной практике. Еще одной опцией интервенционной радиологии является установка маркеров под ультразвуковой навигацией. Зачем мы это делаем? В первую очередь нам обязательно нужно промаркировать первичный очаг перед началом неодювантной химиотерапии, поскольку действительно при достижении полного патоморфологического регресса без маркировки опухолевого ложа практически невозможно его далее верифицировать. И обязательная маркировка подозрительных и метастатических лимфатических узлов до начала терапии. Маркеры достаточно разные. Чаще всего используются титановые с карбоновыми подушечками и рентгенконтрастными метками. И также в нашем центре, как Александр Сергеевич вчера докладывал, выдан патент на методику маркировки пораженного лимфатического узла до начала надювантной химиотерапии с помощью микроисточника ЙОД-125. И также использование маркеров может быть с целью динамического наблюдения после удаления, например, вакуум-аспирационной биопсии образования категории B3. Что касается также необходимости обязательно утрозвуковой навигации и при наличии отказа от акселлярной лимфодисекции, очень много исследований и в НССН действительно регламентированы уже показания для отказа от акселлярной лимфодисекции с обязательным использованием или двойной маркировки сигнального лимфоузла радиозатопом или красителем, или удаления клипированного до неодювантной химиотерапии лимфатического узла. В этой ситуации мы тоже без врача ультразвуковой диагностики и интервенционного радиолога справиться не можем. Также в нашем центре, наш центр является центром международного исследования, современное исследование оценки выживаемости больных рака молочной железы в зависимости от вида хирургического стадирования акселлярной области после проведения неодювантной химиотерапии у пациентов категории клинический N+. Это проспективное когортное исследование по оценке различных методов стадирования акселлярной области, будь биопсии сигнальных лимфатических узлов или таргетная акселлярная лимфодисекция, полная акселлярная диссекция. В нашем центре представителем исследования Оксаны является Патру Владимирович Кривородько и Александр Сергеевич Емельянов, которые достаточно серьезно этим занимаются и очень большие успехи в этом плане у них есть. Надеюсь, скоро будут известны результаты. Что касается трудностей, связанных с навигацией под тем или иным методом визуализации, сложный случай представляет локализация образования рядом с имплантатом, грудной стенкой или кожей. Особенности конституции также могут мешать иногда выполнять различные методы интервенционной радиологии. Что касается приема антикоагулянтов, приема НО больше двух, то здесь можно обсудить с терапевтом о возможности и о рисках снижения отмены препаратов антикоагулянтных сроком на 5 дней до проведения любой из этих манипуляций. И, безусловно, отсутствие технического оснащения и навыков специалиста. Поскольку, например, для магниторезонансной биопсии, фьюжн-биопсии, безусловно, необходимо достаточно серьезное дорогостоящее оснащение и навыки специалистов в радиологии. Ну и выводы. Интервенционная радиология нам очень нужна, и все эти методы нам, безусловно, важны в плане предоперационной диагностики злокачественных и предраковых поражений с целью определения, конечно, тактики лечения, подбора необходимой на адювантной химиотерапии, планирования объема хирургического вмешательства, лучевой терапии в том числе, ну и позволяет избежать ненужных все-таки открытых биопсий. Когда мы идем и планируем объем и тактику лечения, определяем уж до начала хирургического вмешательства. Здесь хотела бы сказать, что почему-то картинка одна пропала, что мультидисциплинарная команда, безусловно, это самый главный ключ к успеху в нашем лечении, который обуславливает, безусловно, прекрасные результаты в диагностике и лечении, включая и врача-хирурга-онколога, и врача-лучевой диагностики, и врача-радиолога, и химиотерапевта, и патоморфолога с цитологом, и, безусловно, врача-генетика. И все это прекрасно в нашем центре используется. Спасибо большое нашей большой команде за то, что они у нас есть. Спасибо за внимание.